МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Медицина 21 века. Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Единая информационная система Скоро врачи любой госклиники смогут ознакомиться с электронной медицинской картой пациента. Панические атаки, межличностные конфликты, приморцы стали чаще обращаться к психологам. Дородовой скритинг станет более точным. В Приморье женские консультации оснащают современным УЗИ-оборудованием. Японские долгожители поделились секретом здорового старения. Смотрим новости медицины. Врач на приёме скоро сможет увидеть электронную медицинскую карту пациента с полной информацией, вне зависимости, обращался он ранее в эту клинику или нет. Это станет возможным в структуре государственного здравоохранения. Здесь внедряют в работу единую медицинскую информационную систему. Сейчас в ней работают уже 70% госмедучреждений. Оставшиеся 19 организаций присоединятся до конца 2024 года. Отмечается, что персональные данные пациентов имеют высокую технологию защиты от кибер-угроз. Как уточнили в Краевом Минздраве, единая информационная система позволит врачу любого госучреждения, куда обратится пациент, изучить историю болезни человека за любой промежуток времени. Помимо этого, расширится сервис телемедицинских консультаций. Приморцы стали чаще обращаться к психологам. Подведены итоги первых месяцев работы кабинетов психологической поддержки в крае. Напомним, с 1 июня текущего года в государственных медорганизациях открыто 32 таких кабинета. До конца года их количество увеличат до 37. За бесплатной психологической помощью обратилось около 5000 приморцев. Чаще всего людей беспокоят нарушение психологической адаптации, сложности в межличностных отношениях, повышенная тревожность, панические атаки, недопонимание собственными детьми, апатия из-за потери близких. Отметим, что специалисты кабинетов психологической поддержки не ставят диагнозы и не назначают лекарства. Для посещения кабинета психолога достаточно иметь документ, удостоверяющий личность. Пренатальный дородовой скрининг станет более точным. В следующем году запланировано оснащение всех 32 женских консультаций Приморья современным УЗИ-оборудованием, сообщили в Краевом Минздраве. Это позволит улучшить качество диагностики на ранних стадиях беременности. Отметим, что с 1 января 2023 года в России заработала программа расширенного неонатального скрининга, которая позволяет выявить более 40 врожденных и наследственных заболеваний. В Приморье, благодаря данному обследованию, выявлен 101 малыш, находящийся в группе высокого риска по наследственным болезням. Программа включает в себя как диагностику, так и всю систему дальнейшей медицинской помощи детям с генетической патологией. Японские долгожители поделились секретом здорового старения. Обычная японская практика помогает жителям Окинавы, которые известны своим долголетием, сохранять здоровье в пожилом возрасте. Упражнение занимает не более пяти минут. Это трехминутная утренняя зарядка под названием «Радио Тайса». Впервые ее транслировали на всю страну в 1929 году. Сегодня такая тренировка по-прежнему выходит в эфир ежедневно в 6.30 утра на одной из старейших радиостанций Японии. Одно из самых знаковых упражнений «Радио Тайса» состоит в том, чтобы просто поднять руки над головой, а затем опустить их круговыми движениями. Известные факты. Без еды человек может прожить до двух недель. Без воды 2-3 дня, а без кислорода мозг умирает в течение нескольких минут. Главный орган дыхания – это, конечно, легкие. Кстати, специалисты рассказали, что наши легкие любят, когда мы дышим глубоко, полной грудью. Но, к сожалению, есть немало заболеваний, которые нарушают функции дыхания. И люди просто мечтают, чтобы дышать свободно, а не задыхаться. Врач-пульмонолог – это тот специалист, который поможет поставить точный диагноз и назначить лечение даже в самых сложных случаях заболеваний органов дыхания. Михаил Фёдорович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. И первый вопрос сразу такой. Давайте уточним для наших телезрителей, кто такой врач-пульмонолог. Какие заболевания он лечит? Ну, пульмонолог – это, прежде всего, врач, который лечит заболевания бронхолёгочной системы. То есть это лёгкие. Это, начиная в верхние дыхательные пути, но там больше лор. Но, в основном, основная наша нозология – это пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма и интерстициальные заболевания лёгких. Громаднейшая проблема в пульмонологии, камень преткновения – это самые сложные больные, которые имеются в настоящее время. Ну, что такое пневмония? Она понятна. Астма, хобл, мы все её знаем давно. А вот интерстициальные заболевания – более 200 нозологий, когда у больного есть поражение системное лёгких. А что это такое? Поставить диагноз очень сложно. То есть это не онкология? Это не онкология. Но есть и онкологическое поражение лёгких, диссиминированное. Например, бронхиалов, вилярный рак, который, в отличие от обычной опухоли, который протекает, ну, как объёмный процесс, здесь он поражает все лёгкие с обеих сторон. И что это? Поставить диагноз сложно. Начинают лечить антибиотиками, ставят пневмонию, а эффекта нет. Это оказывается вот такое заболевание. Мы – краевой пульмологический центр, головное учреждение в Приморском крае, куда направляются такие неясные диагностические больные. А вот смотрите, вы перечислили такие заболевания – пневмония, бронхиальная астма, хоббл. Но вот с первыми двумя можно обратиться и к терапевту. А с астмой – к аллергологу-иммунологу. Вот когда надо прийти с этими патологиями именно к пульмонологу? Вы понимаете, астму должен лечить, например, терапевт. Но есть ряд больных тяжёлой астмы, их немного. Их от 5 до 10-12%. Но они не поддаются обычному лечению. И терапевт, и аллергологу сложно в этом плане. И тогда нужно, конечно, обратиться обязательно к врачу-специалисту-пульмонологу. Потому что здесь лечение уже другое. Если обычная астма лечится ингалятором, и мы это прекрасно знаем, то здесь таргетная терапия. Это вмешательство в иммунную систему. Мы определяем фенотип, какое это воспаление. Аллергическое, то есть иммуноглобулины И преобладают. Или это эзинофильное, когда много эзинофилов в крови, в мокроте. Оксидозотов, если повышен, то есть от ТХ, хелперы воспаления, Т2 воспаления. А есть астма, у которых тяжёлые приступы удушья, а маркёры все отрицательные. Вот таких лечить, конечно, очень сложно. И именно дифференцированное лечение таких больных, конечно, должны таких больных заниматься пульмонологи. К вам в региональный центр пульмонологический с какими патологиями обращаются больше всего? К нам больше идут то, что диагностически тяжёлое в плане постановки диагноза. Это как раз интерстициальное заболевание лёгких. Дальше тяжёлое, не поддающееся лечению бронхиальной астмы. И тяжёлая степень тяжести хронической обструктивной болезни лёгких. Плюс неясные больные. Всё, что неясное, идёт к нам. А что неясное? Ну, больная, например, сейчас поступила. Кровохарка немного лежала в Артёме в стационаре. Непонятно совершенно. В лёгких кровоизлиянии, имбибиция крови. Всё, мы сейчас ей поставили диагноз воскулит, который никакого отношения к пульмонологии не имеет. Дали кортикостероиды, её лечили до этого антибиотиками. Всё. А лихорадка каждый день 39-40 в течение нескольких недель. Всё, на второй день нормальная температура. Наверное, думали, что это туберкулёз? Аппаратные больные, конечно. Ей позвонил заведующая отделением из больницы города Артёма, связалась с нашей заведующей, её перевели к нам. Таких больных мы и забираем. Но то мы и созданы, как Краевой пульмонологический центр. А какие у вас есть для этого инструменты? Ну, я имею в виду исследования. Это аппаратные исследования, это лабораторные. Вот мы сидим с вами как раз напротив аппарата бодиплетизмографии. Он был поставлен впервые в Приморском крае в 2011 году. Хочется сказать, что 40% территории Российской Федерации не имеют эти приборы. С помощью их мы можем заглянуть в лёгкие, внутрь как бы. Если обычная спирограмма оценивает только обструкцию, то объёмы, остаточный объём лёгких, жизненную ёмкость лёгких, мы можем определить только с помощью этого прибора. Плюс диффузионная способность лёгких. Больной синий задыхается, спирограмму снимаем, она нормальная. А мы делаем бодиплетизмографию, там вообще совершенно другие показатели. А компьютерная томография что видит? Компьютерная томография – это без всяких разговоров. Один из основных методов диагностики, особенно интерсоциальных заболеваний. То есть вот это оборудование… Это всё одно дополняет друг друга, это всё в комплексе. Бодиплетизмография без компьютерной томографии мыслами и нет. А пациентов со злокачественными образованиями – это уже не ваши пациенты? Почему? Если они попадают к нам, ну они же попадают к нам с другим диагнозом. Берём биопсию, подтверждаем опухоль, переводим в онкодиспансер. Есть ли какие-то отличия пациента нашего, приморского, от российских? Чем отличается приморский край? Мусонным климатом. То есть у нас, вы помните наш июнь, это влажно, туманы. Это воздействует, конечно, на наших пациентов. Поэтому у нас чаще вирусная инфекция, у нас чаще респираторное заболевание, ну и пневмония тоже. То есть влажный климат на это влияет? Влияет влажный мусонный климат. Какая здесь взаимосвязь? Влажный климат? Астма, например, понимаете, влажный климат. Астматик – это гиперреактивность бронхов. Он даже посмеётся, высокая влажность, а уже это реагирует на… Больной реагирует, его бронхи, на эту влажность в виде бронхоспазма. Поэтому погода – это очень важно. И, конечно, июнь у нас холодный, он выходит, закашляет, и зимой тоже самое. А зимой у нас часто снега не бывает, у нас ветра, помните какие-то. Да. Это, конечно, больные выходят, это один из симптомов ключевых. Мы спрашиваем, выходишь на холодный воздух, закашляешься? Он говорит, да, я закашляюсь. Ну, это особенность нашего климата. Ну, то есть вот эти все истории, когда люди рассказывают, что здесь они страдали бронхиальной астмой, переехали, например, в Краснодарский край, и всё прошло, это всё так и есть? Это, да, конечно, у нас, естественно, там климатические курорты, мы все знаем, в Краснодарском крае. Вот. Там климат тоже влажный, там сухой, вернее, как, там морской климат, но он сухой и тёплый. Поэтому, конечно, нет холода и влажности тех основных моментов, которые есть у нас. Михаил Фёдорович, то есть, если родители, например, ребёнок с тяжёлой бронхиальной астмой и не хотят вот какого-то длительного тяжёлого лечения, надо менять территорию? Климат поможет. Но одно могу сказать. Интересные литературные данные. Что на севере, что на юге, процент астматиков одинаков. Зависит от иммунной системы всё-таки организма. Развитие антител. Надо убрать антиген, прежде всего. Он, если с собакой своей родной, но у которой у неё аллергия, уедет в Краснодарский край, у него и там будут симптомы. Поэтому не только климат, но надо же выявить антиген и предотвратить, то есть легче предотвратить, чем лечить. Можно ли полностью излечить бронхиальную астму? По данным ведущих специалистов мира и литературы, нельзя. Но мы в жизни встречаем ремиссию в 20-30 лет. Дальше. Астмы 5-7% у взрослых и 12-15% у детей. То есть у детей намного больше. Они перерастают. После 17-18 лет бронхиальная астма у многих уходит. Либо эти симптомы незначительны. Это известный факт. Но если астму лечить с детства, вероятность того, что астма уйдёт, это намного выше. Но излечить полностью эти иммунные механизмы очень сложно. На практике, что после 18 лет, десятилетиями симптомов приступов нет. Но когда мы их начинаем проверять на гиперреактивность бронхов, например, физическая нагрузка, плюс ещё холодный воздух. Мы проверяем их пробу с ацетилхолином. У них выявляется гиперреактивность бронхов. То есть у них бронхи реагируют не так, как у здорового человека. У них склонность к бронхоспазму всё равно остаётся выше. А если этот выросший человек, оно ещё курит? Курение – это вообще проблема номер один. Это пагубная привычка. Это столько пагубная привычка. Ну, чтобы было понятно, мы все стареем. После 30 лет мы теряем по оказателю, вот по спирографии, объём форсированного выдоха за первую секунду 30 мл. Это естественное старение. Курящий теряет 200. И он доживает до того периода, когда у него появляется одышка. И курение, без всяких сомнений, усугубляет и течение бронхиальной астмы, и всех других заболеваний. И пневмония тяжелее протекает. И бронхоктатическая болезнь сформируется у них раньше, чем у некурящих людей. Поэтому, ну и вообще хобл – это хроническая обструктивная болезнь лёгких. 99% – это причина курения. Поэтому борьба с курением для нас – это громаднейшая проблема. Ну вот скажите, пожалуйста, вот люди просто так устроены, вот я даже не знаю, что должно произойти, чтобы человек отказался от какой-то вот такой привычки. Когда они к вам попадают с хобл, с хронической обструктивной болезнью лёгких, либо там с тяжёлой астмой при этом курят, и вы настаиваете, чтобы бросили, бросают? Бросают, но мало. Но у нас ещё программа поставлена в нашем спирографе, он показывает возраст лёгких. И вот он 40-летний поступает, а ему возраст лёгких пишет 103 года. Мы ему говорим, друг, ты мой, ты уже прокурился лёгкий, 103-летний дышать не может, поэтому тебе осталось совсем чуть-чуть. Бросай курить или не будешь жить. Вот, вот это действует здорово. Тогда действует. Но бросить курить – это очень сложно. Если мы… Ведь курение – это зависимость. В России воспринимают курение, ну, как распущенность. А за рубежом – это болезнь, это зависимость. Есть международная классификация болезней. Они умеют лечить её? Они лечат. Восемь дней больничного дают в Америке даже. А смотрите, раз мы уже говорим про тему курения, сейчас очень многие и взрослые, и подростки курят электронные сигареты, там, вейпы, ещё какие-то разные, в общем, электронные вот эти средства. Но я не так давно общалась с онкологами, они однозначно уверяют, что не то, что там меньший вред для организма, а наоборот, ещё больший. Ваше мнение. Я согласен. Все эти никотинозамещающие препараты, они все очень вредны. И я, например, был на учёбе в Америке, клиника моё по как раз табакокурению. Я был в шоке. В Америке запрещены с 2010 года лёгкие сигареты. Куда они все пошли? В Россию, в Индию, в Китай. Оказывается, лёгкие сигареты обрабатываются табак в щёлочи. И для чего? Чтобы никотин летел, минуя гематоэнцефалический барьер, сразу же продолговатый мозг вызывал зависимость. Много курит, много покупает сигарет, большая прибыль, ну, Филипп Моррис и другим табачным компаниям. А мы, русские, мы ж не знаем это. Мы, наоборот, лёгкие сигареты – это хорошо. Аналогичная история касается вейпов. Это парение. Электронные сигареты – парение. Единственное, ну, то есть это всё так же вредно. И кальян даже. Всё так же вредно, как и курение обычного табака. Единственное, что ФИДИЭЙ, это комитет по лекарственным препаратам, пищевым продуктам в Америке, разрешает и то в качестве терапии, но для уменьшения риска, как говорится, мы курим никотин, а умираем от смол. Никотин сам по себе рак лёгких не вызывает. Он вызывает зависимость, но он не так вреден для здоровья, как 4000 компонентов в табачном дыму. Всё бенспорены и прочее, прочее. Так они что сделали? Они сделали, слышали, систему Айкос. Они нагревают стик не на 900 градусов, как на кончике сигареты, а 350. Никотин испаряется, всё это побочное действие остаётся в самом стике. Вот это они ещё допускают. Причём только 10 стран. В других странах и это запрещено. Поэтому золотой стандарт – запретить больному курить. Ну, это очень сложно. Про кашель. Я читала, что существует в медицине более 50 причин кашля. Их даже 200. Серьёзно? Расскажите про такой синдром, как кашель. Вот вы знаете, для меня самый тяжёлый больной – это больной с кашлем. Вот он пришёл и кашляет. Вот он пришёл с пневмонией, понятно. Он курит, у него хроническая обструктивная болезнь лёгких, понятно. У него астма, а что он кашляет – непонятно. Причём, если мы возьмём астму, хобл уберём, первая причина – верхние дыхательные пути. Поэтому всех этих больных с кашляем мы делаем компьютерную томографию верхних дыхательных путей, то есть пазух, и обязательно показываем лору. Дальше. У нас был больной, который 15 лет кашлял, ему все говорили, ничего у тебя нет. Сделали КТ, пазух тогда ещё не было. У него там киста. Прооперировали, кашлял, как руку отрезал. То есть он кашлял из-за кисты. Да, из-за кисты, которые находятся в гаймеровой пазухе. Дальше. Вторая причина ГЭРП – гастроэзофагальная рефмичная болезнь. Это настолько частая причина. Им ставят астму, им дают гормоны, им дают пшикалки, ингаляторы, а толку никакого. Да, гастроэнтерологи говорят, что есть такая причина. Это очень часто. И поэтому этот больной приходит, он даже возмущается, говорит, слушайте, я пришёл, скажешь, что вы мне зачем толкаете лампочку в желудок. Мне это не надо. Подождите, а при этом желудок у него не болит, значит? А у них да. Только иногда и жёг, а иногда и не чувствует ничего. Много таких, да? Очень много. Вы знаете, вам не передать, как много. Очень простой способ, древний. Это даёшь пациенту барин, делаешь ему рентген, но кладёшь его на деку доски рентгенаппарата лёжа и наклоняешь вниз в положение тренделенбурга. Ещё говоришь, напрягись, пробуй сальву. Если содержимое барина из желудка забрасывается, пищевод 100% наверно. Так, то есть мы нашим зрителям, которые кашляют и им ничего не помогает, можем что посоветовать? Мы можем последовать исследование желудка с барином в положении тренделенбурга с пробой вальсавы. Но аппараты не сохранились не в каждой клинике. Почему? Это же старые рентгеновские аппараты. А другие новые рентгеновские не увидят? Извините, не делают это. Вот вам и получается, что всё старое, это ещё не забыть. У нас, слава богу, в нашей поликлинике в Краевой есть. Мы отправляем больного, всё, нам диагноз ясен. А вот скажите, пожалуйста, ковид и пневмония, я читала, что могут на лёгких оставлять фиброз ткани. И вот интересно, этот фиброз, это уже такое явление, ничего с этим не сделаешь? Влияет ли он на здоровье лёгких? Смотрите, фиброз лёгких – это большая проблема. Во-первых, 5 лет, как стали говорить вообще об интерсоциальном заболевании лёгких и диапатический лёгочный фиброз. Это обычно пожилые люди, мужчины, чаще курящие, им делают компьютерную томографию и выявляют фиброз лёгких. Средняя продолжительность жизни не больше 5 лет, они все умирают. 50% умирают первые 3 года. Но как диагноз поставить? Прежде всего, компьютерная томограмма, плюс бодиплитизмография падает, показатели все. До этого, как лечить, не знали. Сейчас изобрели два антифибротических препарата. Это нентодониб один, другой перфенедон. Мы иногда один препарат меняем на другой препарат, чтобы больному предотвратить. Если не лечить, больной погибнет. Уже сейчас на нентодонибе живут люди 8 лет. Какие заболевания могут давать вот этот фиброз лёгочной ткани? Сейчас мы с этим стали, к нам поступают больные 50% заболевания соединенной ткани. Системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия. Если в 70-е годы основная причина этого заболевания ревматологического были заболевания почек, недостаточные почечные, сейчас они все умирают от фиброза лёгких, от дышки, они задыхаются. Ковид тоже, но ковид там несколько течения другое, рентгенологическое, но меньше мы видим, например, после заболевания соединенной ткани, но он тоже даёт. А пневмония? Пневмония тоже даёт, но пневмония даёт локальный фиброз. Локальный фиброз, вот она была, например, в средней доле, локальный фиброз в средней доле, все остальные доли работают нормально, и человек не задыхается. А диффузный пневмофиброз – это когда фиброз поражает всю лёгочную ткань. Тут уже так, мы отправляем их на пересадку, трансплантацию лёгких. Девок такая, да? Отправили, да. Нас очень в Приморье много, мы летом только двух отправили на трансплантацию. У нас вот что, у нас уникальная девочка, ей пересадили лёгкие, она родила ребёнка. Она первая в России родила ребёнка с пересаженным лёгким. И вторая в мире, первая канатка родила, а у нас эта уникальная девочка, вы понимаете, этот случай писан в журналах и так далее. Михаил Фёдорович, спасибо за беседу. Хотите что-то пожелать нашим зрителям? Не болеть и прививаться как раз пневмококовая вакцина и от гриппа. Ковид стал уходить уже как-то поменьше, но грипп поднял голову, поэтому эти две вакцины обязательно. Сахарный диабет относится к самым распространённым заболеваниям эндокринной системы. Есть диабет первого и второго типов. Название одно, но причины развития болезни разные. Кстати, абсолютный миф, что с сахарным диабетом можно заболеть, если есть много сладкого. К сожалению, в современном мире растёт число пациентов с этим диагнозом, даже детей. Но хорошая новость в том, что при грамотном лечении и диете, качество жизни пациентов с сахарным диабетом будет на очень достойном уровне. Подробности в нашей рубрике. Что такое сахарный диабет и какие могут быть осложнения? Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, которое характеризуется нарушением усвоения глюкозы в результате относительного или абсолютного дефицита инсулина. Им болеют не только люди, но и животные. Могут болеть и кошки, и собаки. Симптомы диабета. Классические симптомы сахарного диабета, которые могут насторожить, это появление сухости во рту, жажда, может быть чувство голода, снижение массы тела. Могут быть не специфические, такие как слабость, повышенная утомляемость, немотивируемая усталость. Может быть учащенное мучеиспускание тоже. Какие методы позволяют диагностировать сахарный диабет? Для диагностики сахарного диабета золотой стандарт – это исследование уровня глюкозы в крови. То есть человеку достаточно сдать анализ крови и увидеть свою цифру. Для сахарного диабета характерно повышение выше 7 ммл на тощак в венозной плазме. Исследование проводится рано утром до 9 часов, поскольку потом в течение дня глюкоза может несколько снижаться и полученный результат может восприяться как ложно-отрицательный. Поэтому любое исследование на тощак. В спорных случаях возможно проведение нагрузочного теста глюкозы, толерантного теста с 75 граммами сухой глюкозы. Что такое преддиабет? У человека без углеводных нарушений в норме уровень глюкозы плазмы на тощак ниже, чем 6,1. Всё, что несколько выше, нужно расценить. Или же это диабет, или это преддиабет. Безусловно, если выше, чем 7 ммл на тощак, это в сторону указывает сахарного диабета. Если же повышение выше, чем 6,1 и менее 7, это может быть преддиабет. То те состояния, с которыми можно работать и не допустить развития столь грозного заболевания, как сахарный диабет. Можно ли излечить сахарный диабет? Излечения сахарного диабета нет. К сожалению, заболевание хроническое и прогрессирующее. Но диабетом можно управлять. Как управлять? Назначается, то есть человек с сахарным диабетом должен пройти обучение. Обучение в школе диабета. Навыкам, как жить с этим заболеванием. Как питаться. То есть какую еду нужно употреблять. Какая должна быть нагрузка, физическая нагрузка. Какие сахароснижающие препараты. Как проводить самоконтроль. Заболевание можно управлять. И для этого есть всё. Излечить невозможно. Но можно лечить и можно управлять. И жить долго. И сохранять свою активность. Можно ли при диабете планировать беременность? Беременность при сахарном диабете планировать нужно. Эффективная контрацепция должна быть за 3-4 месяца до планируемой беременности. Что она включает? Безусловно, в первую очередь это гликемический контроль. Мы должны достигнуть того гликемического контроля, который установлен в данной конкретной пациентке. Потом также мы должны посмотреть на имеющееся осложнение диабета. Есть ли изменения со стороны глазного дна, со стороны работы почек. Тот же липидный профиль. То есть дама должна не только готовиться к родам, она должна планировать наступление беременности. Её вынашивание и рождение ребёнка. Здорового ребёнка. До свидания. Будьте здоровыми и счастливыми. Это была программа «Медицина 21 века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова